Всем привет! Я Диана, рада вас видеть на моем YouTube канале. Я, как и обещала, встречаю вас в новом видео в своей гламурной шляпке. И сегодня у меня для вас долгожданная распаковка с Алиэкспресс платьев до 1000 рублей. Давненько уже не было распаковок с Алиэкспресс, я их всегда жду с нетерпением, потому что они идут по месяцу. И за это время я уже забываю, что я там заказываю. Но надеюсь, что сегодняшние вещи меня не разочаруют, и это видео будет для вас интересным и полезным. Перед началом попрошу вас всех поставить лайк, подписаться на мой канал, вам будет не сложно, мне будет очень приятно. И напишите в комментариях, о чем снять следующий ролик. Можете предложить, например, в какой категории мне в следующий раз заказать вещи с Алиэкспресс. Ну что, поехали! Так, сториз забыла снять. Я что-то совсем разболелась, у меня даже поднялась сейчас температура. Но мне пришли новые вещи с Алиэкспресс, поэтому я не могу терпеть, ждать. Хочу их сейчас уже распаковать, посмотреть, поэтому я пошла снимать видео на YouTube. У меня получилось найти не очень много платьев, к сожалению, всего лишь три. Но я здесь заказала еще пару прикольных штук, которые вы сейчас, собственно, увидите, но я уже, если честно, забыла, что я там заказывала. Съемка этого видео, я уже чувствую, дастся мне очень тяжело, потому что я вчера заболела. Я начала болеть горло, сегодня еще зудит нос, и сейчас вообще поднялась температура. Поэтому чувствую я себя не очень. Вы, наверное, это слышите по моему голосу. Но ради вас я взяла себя в руки, тем более скоро у нас отъезд, поэтому долго не смогу видео я снимать, монтировать и выкладывать. Поэтому сейчас я взяла себя в руки и начала снимать это видео. Ну что, давайте начнем вот с такого маленького пакетика. Если честно, я не могу даже предположить, что там, но хочу начать это видео с очень прикольных необычных колготок, которые, как всегда, мне кажется, придумали в Азии. Эти колготки выглядят вот так. Я просто пересмотрела кучу тиктоков и видео в Пиндерес с ними. В общем, это колготки, которые с начесом, они должны быть плотные, но при этом они сделаны якобы под вашу кожу. И когда вы их носите, они как будто капроновые, но на самом деле они типа толстые, с начесом, с шерстью. Это очень необычно выглядит. Мне захотелось узнать, действительно ли это так. Сейчас я что-то открываю. Надеюсь, это те самые колготки. Это те самые колготки, но они почему-то без начеса. Это что такое? Это просто обычные колготки черные. Еще внутри они вот такие телесного цвета. Я не знаю, как называется это качество. Какой-то такой плотный-плотный капрон. Я не поняла. Я сейчас все перепроверю. Может быть, это я, как всегда, дура, заказала. Посмотрела не туда и заказала не с шерстью, блин. Это будет очень обидно, потому что я вообще ждала эту распаковку. Именно из-за этих колготок, потому что мне было интересно, как это действительно выглядит и правда ли это. Да, боже мой, я когда-нибудь научусь разбираться в Алиэкспресс и читать то, что я заказываю. Я отметила, ноу вельвет. Спасибо. А вот следующее было с вельветом. Скажите большое мне спасибо, и мы сегодня не протестим эти колготки. Но если вы хотите, если вам понравилась вот эта идея с колготками, то вы можете написать в комментариях. Если хотите, я закажу на следующую распаковку их. Чуть попозже надену вот эти колготки, покажу вам, как они вообще сидят на теле и как они выглядят на мне. А сейчас давайте перейдем к следующему пакету. Итак, думаю, здесь уже будет одно из трех платьев. Здесь несколько пакетов. Если честно, я помню только два из трех платьев, которые я заказывала. Это одно из двух платьев, про которые я помню. Это очень миленькое платье, такое розовенькое, в клеточку. Я надеюсь, оно будет таким же потрясающим, как оно выглядело на Алиэкспрессе на картинке. Я думаю, да. Я думаю, оно просто потрясающе. Посмотрите, какое миленькое. Хочу его померить. Оно безумно воняет невкусно, химозно, естественно. Но это же Алиэкспресс. Здесь всегда, мне кажется, что-то чем-то воняет. Вот здесь вот так вот на резиночке. Ну, в общем-то, я думаю, ожидание реальность. Вы можете увидеть его на картинке. Оно, в принципе, точно такое же, как и в жизни. Это очень классно. Ставлю этому лайк. Никаких различий нет. Качество, наверное, это синтетика. Мне кажется, оно такое легкое. Тем более, вот такие открытые плечики. Поэтому, думаю, будет нормально, в принципе, в таком синтетическом платье гулять. Особенно, если вы будете просто в платье. Я думаю, будет не сильно-то в нем и жарко. Просто синтетика, она как бы не дышащая и постоянно тело из-за этого материала потеет. Но, мне кажется, это не будет так же работать с этим платьем, потому что оно очень открытое сверху. И, думаю, будет в нем не так уж и жарко. Короче, давайте уже мерить. Я заказала это в S-размере. Девочки и мальчики, возможно, меня смотрят. Просто посмотрите на эти колготки. Они очень необычные, потому что вы сами видели, что они черные. Но, когда их надеваешь, они очень похожи на такие телесные капроновые колготки. Нога, коленка особенно просто просвечивается как будто насквозь. Но они очень плотные на самом деле. Это, правда, очень необычные колготки. И я, конечно, огорчена, что я так ступила и не заказала их с вельветом, чтобы, блин, еще больше удивиться с этих необычных колготок. Но, думаю, в следующей распаковке они обязательно будут. Платье вообще просто шикарное. Я, наверное, сейчас очень коротко его затянула. Но оно просто потрясающее. Оно очень милое. И вот эта ткань, это, по-моему, синтетика. Оно очень приятное вот и к телу. В нем и не жарко даже. Я вот сейчас стою. Видите, потому что здесь как бы все открыто. Здесь все дышит. И поэтому, наверное, вот так. Этому платью ставлю лайк. Это, наверное, самая пока моя будет любимая вещь с Алиэкспресса последней распаковки. Реально просто ожидание реальности. Все совпало. Все просто чики-пуки. Единственное, что вот эти завязочки я бы сделала покороче. Потому что они вот прямо из платья, из тебя вот так вот вылезают. Как-то не очень симпатично. Мы, кстати, через пару дней уезжаем в Питер. И я думаю, что возьму его с собой, чтобы там гулять. Ну, вспоминаю, что, наверное, сейчас в Питере вообще зима. Зима. Я смотрела прогноз погоды, что там будет минус. Там будет снег. Класс. Я не погуляю много в этом платье. Если ты с Питером, напиши, какая у вас там погода, чтобы я была в курсе. Ну что, давайте посмотрим, что пришло вместе с этим платьем. Потому что здесь еще какие-то три пакета. Очень-очень необычно, потому что я заказывала всего пять товаров. Аааа, я поняла. Я заказывала ногти накладные. Капец, я про них совсем забыла. Почему-то ногти пришли без клея. Что? Почему они без клея? Где мне его найти? Клей для ногтей, блин. В 2023 году. Короче, я увидела сейчас очень много тиктоков и вообще всяких коротких видео, шортсов и тому подобное. Что сейчас снова в моду входят накладные ногти. И вот решила заказать. Мне кажется, по этому платью, кстати, они очень подходят. Но так как у меня нет клея, я сейчас их никак не протестирую. Поэтому протестирую в следующей своей распаковке с Алиэкспресс. Если хотите, чтобы я наклеила эти ногти, сняла свои ногти, наклеила вот эти ногти, то пишите в комментариях, и тогда в следующей распаковке вы увидите их на мне. И я покажу, как я их клеила. Дальше, что у нас вот здесь, вот в этом пакетике. А, я вспомнила! Это мой подарок, можно сказать, на 8 марта моей младшей двоюродной сестре. Я такие колготки уже заказывала с Алиэкспресс. Они очень приятные по качеству. Они такие мягенькие. И сестре очень понравились эти колготки, поэтому ее мама попросила меня их заказать. Но вот как раз они пришли под 8 марта, и я думаю, подарю на 8 марта эти колготки. Ах, какая я продуманная! И третий пакетик. Чехол на телефон. Да, я вспомнила, что я его заказывала. Просто тоже один в один, как был на сайте. Вот картинка, прикрепляю. Все то же самое. Очень прочный пластик. Мне нравится. Прям действительно качественный чехол. Наконец-таки я поменяю свой уже замызганный чехол. Он у меня уже просто весь желтый. Кстати, у меня чехол для беспроводной зарядки, вот этой специальной. Но я ни разу им не пользовалась под назначением, потому что у меня нет этой зарядки. Так, ну что надеваем? Вот так выглядит это в телефоне. Мой любимый лавандовый цвет, кстати. Там, по-моему, были еще всяких разных других цветов. И также, по-моему, есть на любой айфон вот эти вот чехлы там. Вот так выглядит на телефоне. Очень прикольно, как будто телефон стал волнистым. Прикол. Очень удобный, кстати. Вот даже вот так вот держать пальцами вот в этих изгибах. Очень прикольно, очень удобно. Чехлу ставлю лайк. Ну что, переходим тогда уже к следующему платью. Потому что всякие такие мелкие вещи у нас закончились. Так, интересно, какое будет платье следующее. Я помню, что я еще заказывала черненькое платье. Очень прикольное. А вот и оно. Просто визуализируй себе. Оно такое довольно плотное. Ну, собственно, вот так выглядит платье. Я думала, что оно будет другого качества. Я думала, оно будет такое, знаете, вот какое-то гладенькое такое по качеству. А оно мягкое. С чем это сравнить? Наверное, просто с какими-то водолазками. Вот у меня были водолазки такого качества. Я ждала другого. На картинке выглядело оно как-то по-другому. Как будто там было такое, ну, типа такого качества. Мне казалось, что это будет. Здесь не написано, какой размер я брала. Так что увидите это все в описании. Вау, ну вы посмотрите, что за красуточка тут такая. Блин, мне уже пофиг на его материал, какого он там качества. Потому что оно очень-очень-очень классное, очень красивое. Посмотрите, как оно подчеркивает мою талию. Хотя мне казалось, что у меня не такая худая талия. Еще мне кажется, вот эти колготочки очень сюда хорошо смотрятся. Блин, очень классное платье. Посмотрите, спинку. Вот его я точно возьму в Питер. Даже пофиг, если будет плохая погода холодная. Все равно куда-нибудь в нем выйду. Если первое, оно такое более милое, мне кажется, более праздничное, то это, оно вроде бы и праздничное. Потому что, ну, так не стыдно куда-то выйти. Куда-то пойти на какой-то праздник. И как повседневное тоже, мне кажется. Хорошо. Ну что ж, переходим к последнему, третьему платью. Вот про него-то я вообще совсем забыла. Я не помню, в котором платье. Давайте открывать, смотреть. Я вспомнила, что это за платье. Это, блин, это очень классное платье. Но оно было на картинке очень классным. Посмотрите просто на картинке, как оно выглядит. Я надеюсь, оно будет на мне точно так. У меня очень много одежды. В таком материале. Вот это вот какая-то микро-лапша. Вермишель, как я сказала в одном из видео. Блин, я сейчас приложила. Оно у меня такое длинное. Ну, в общем, вот так оно выглядит. Почему-то мне кажется, что оно выглядело по-другому на картинке. Ну да, оно как-то по-другому выглядело. Я прикрепляю вам в любом случае картинку. У меня вот ткань и вот эти вот швы, они идут в однотон. А на картинке как будто швы другого цвета, более темного. И поэтому они так выделяются симпатично. В общем, буду мерить. Но почему-то меня уже оно не вдохновляет. Что по качеству оно, это качество я очень люблю. Оно мне очень нравится. Мне кажется, в нем, кстати, не так уж и потеешь, как в синтетике. Прошито оно было везде хорошо. Но вот здесь почему-то вот такой косячок. Прям в середине платья торчит нитка. Можно было бы и убрать. Ну что ж, смотрите, как на мне выглядит это платье. Ну, в принципе, меня радует то, что оно подтянулось. И не такое длинное, как мне казалось сначала. Выглядит красиво. Ну, как-то, мне кажется, простенько, что ли. Почему-то на картинке было по-другому. У девочки оно больше идет, чем у них. Ну, вот, как-то так. Пишите, как вам, нравится или нет. Но однозначно я его беру в Питер. Потому что оно, в принципе, не очень тонкое. И, мне кажется, будет в нем тепло. Особенно вот в этих колготках. Потому что, я еще раз повторюсь, кажется, как будто они просто капроновые колготки. Но на самом деле они очень плотные. И мне в них уже очень жарко. Стоять и снимать эту распаковку. Так, сзади. Ну что ж, вот такая распаковка у меня сегодня интересная получилась. У меня все равно фаворитом остается черное платье второе. А какое понравилось вам платье больше, напишите, пожалуйста, в комментариях. В принципе, все платья хорошие. Потому что они были все в одной ценовой категории. И при этом у них у всех было хорошее качество. Они, в принципе, все были хорошо прошиты, без всяких косячков. Они все сшиты правильно. Потому что мне приходили вещи, которые были даже сшиты неправильно. Я очень довольна этой распаковкой. Я однозначно все эти платья буду носить. И обязательно напишите в комментариях ваши какие-нибудь пожелания. Что мне еще снять, в какой категории. И до какой суммы заказать одежду. С Алиэкспресса или, может быть, с Азона даже. Всех очень сильно люблю. Спасибо вам всем за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои видео. И ставьте лайк под это видео. Вам будет несложно. Мне будет приятно. Всем пока-пока.